Всех приветствую на своём канале, и сегодня хочу с вами поделиться своим опытом по удалению нижней восьмёрки. В общем, сейчас вставлю кадры того, как это было, ну и потом, соответственно, расскажу и поделюсь своими впечатлениями об этой неприятной процедуре. Всех приветствую на своём канале. Сегодня иду удалять зуб мудрости вот тут вот справа. Я немного переживаю, потому что предыдущее удаление зуба прошло, ну, в принципе, само удаление прошло хорошо, а вот после, какие недели я умирала от боли, вот это вот меня очень сильно пугает. Собираюсь ехать в клинику, и тут погода приготовила такой сюрприз, 20 метров в секунду, видите, снег метёт. Короче, полная жесть. Мне до испытания осталось час десять. Казалось бы, вроде не первый раз делаю эту процедуру, но каждый раз очень-очень страшно сказать, что я боюсь, ничего не сказать. Вот такая погода, иду в клинику, тут такие прикольные дома. Тут, по-моему, ещё двери сами открываются, и я что-то пошла через другой проход и потерялась. По-моему, вот в том доме моя клиника. Ох, как мне страшно. Я всегда боюсь всяких манипуляций. Ну, для чего уж там говорить, зуб боюсь идти лечить. Заставляю себя тут на удаление. К нам опять пришла зима. Я вечно не убираю, я не знаю, как-то невозможно никуда идти, ехать. Полная жесть. Полная жесть. Только. Лишь я захожу. Это спустя полчаса после удаления. Вот такая вот опухоль с левой стороны. Как вы можете заметить, вот так вот это всё выглядит. Вот я проснулась. Получается, удаление было вчера вечером. Ну, щекая немножко опухла. Не критично. А вот ночь я всё не спала. Это был кошмар какой-то. Такие боли. Короче, буду сейчас завтракать. Ну да, опухоль маленько есть. Маленько есть, но нормально, в принципе. Ну, завтрак, творожок, весь день творожок и детский корм. Ну, не корм, а детское питание. Мне, кстати, ещё прописали антибиотик. И так, что ещё? И обезболиваю ещё. Только вопрос, как мне закинуть вот такой антибиотик. Как мне его вообще выпить, если у меня рот открывается вот так и всё. Я вообще не знаю, как я сейчас буду кушать. Потому что, ну, рот открыть невозможно. Еле почистил кое-как зубы водой просто. И всё. Я в этот раз, как в предыдущий, подготовилась. Вот такую говядину с овощами взяла. Ну, это гадость. Там ни соли, ни сахара вообще. Так, вот такой фруктовый салатик. Видимо, груши, яблоко, банан. И вот такая вот яблоко, черника, печенье. Ну, вот яблоко, черника вроде вкусно. Вот. Ну, и сейчас на завтрак буду такой донесила. А у меня ещё на завтрак вот такой. Вот такой вот. Ну, что? Сегодня пятница. Получается третий день процедуры. Здесь ещё всё наблюдается. Небольшая опухоль. Но боли уже не так много. Слава богу. Я хоть сегодня выспалась. Потому что в первую ночь это был ад. Получается, мне ещё два дня по плану пропить таблетки. Рот у меня по-прежнему особо не открывается. В общем, третий день лежу, прихожу в себя. Как говорится. Вот как это всё было. Было это нелегко. Сначала немного предыстории. В общем, природа наградила меня четырьмя зубами мудрости. Я смеюсь, потому что в семье вроде как ни у кого не было ни одного зуба мудрости. Я говорю, я отдуваю за вас, за всех. За всех четверых. Потому что мне выпала эта доля. Я, видимо, самая мудрая. Один зуб мудрости у меня немного съехал. Его залечили. Смогли к нему подобраться. Верхний. Второй верхний я удалила. У знакомого врача всё происходило так просто. Как само удаление, так и заживление. Я абсолютно ничего не почувствовала. Почувствовала на следующий день. Бегала, летала, порхала. Всё как обычно. Как будто и не было никакого удаления. Нижнюю восьмёрку я удаляла в частной клинике примерно два года назад. И это было самое сложное удаление из всех, которое было в моей жизни. А их было немало. Заживало это всё неделю. Видимо, как я поняла, зуб был такой большой, здоровый. И мне повезло. Десну мне не зашивали. Был врач-парень с небольшим стажем работы. Но при этом он сделал это всё быстро. Правда, два раза делала снимок, потому что был какой-то хруст. И зуб как будто бы откололся по ощущениям. Мы сделали снимок. Ничего там не было. Меня отправили домой. Сказали полоскать после каждого приёма пищи. И всё. Но на самом деле это не всё. Потому что это место удаления болело где-то неделю. Рот в полную силу не открывался. Кушать было тяжело. Но по опыту я уже знаю, что нужно закупать детские пирожки. И до них можно выжать пару дней. А потом уже потихоньку вводить нормальную пищу в свой рацион. Ну, как нормальную суп в блендере измельчённый. Там какую-то пюрешку, кашку. Ну, а там банан какой-то. В общем, выжить можно. А в этот раз у меня был врач-девушка. Правда, профиль у неё был, как я поняла, челюстно-лицевой хирург. Что меня, конечно, радовало. Потому что, как известно, самые сложные случаи отправляют именно к этим врачам. Девушка, правда, была молодая. Года четыре у неё был стаж. Но я подумала, если каждый день на протяжении четырёх лет выдирать зубы, то, в принципе, опыт какой-никакой накопится. И довольно-таки такой нормальный опыт. Этой клинике я доверяю. Я поменяла там несколько бломб. И вот каждый раз мне говорили, что мне нужно удалить зуб мудрости. Я об этом знала. И до последнего тянула. Потому что предыдущее удаление прошло очень-очень тяжело. Мне нужно было как-то морально подготовиться. И тут в назначенный день я прибыла в клинику. Тряслась. Очень сильно боялась, переживала. Больше меня пугал не сам процесс. А потом реабилитационный период меня пугал больше. Потому что я уже знала, к чему готовиться. Я ей сказала, что вот два года назад я делала удаление. Всё прошло для меня тяжеловато. Она говорит, ну, возможно, так иммунитет отреагировал. На первое такое сложное удаление. Такое бывает. Ой, у вас зуб не ретинированный. Он вылез. Всё отлично. Сейчас всё сделаем. Сделала мне две анестезии. Одна, я забыла, честно говоря, как они называются. Одна, по-моему, проводниковая, другая, инфляторационная вроде бы. Ну, короче, неважно. Две анестезии. Их сказала отдыхать. Но отдыхать — это так в кавычках сказано. Потому что отдыхать у меня совершенно не получалось. Я сидела в кресле и вот так вот себя накручивала, накручивала, накручивала. Представляла этот момент, как оно вот всё будет. У меня воображение вообще в этом плане офигенно просто работает. И потом она меня спросила, есть ли какие-то ощущения. Я говорю, да, вот нижняя губа как-то онемела, язык тоже. И она говорит, о, хорошо, сейчас приступим. Тут ко мне подошли с двух сторон, медсестра и врач, и началась эта экзекуция. Ну, я реально пытка просто. Она тянула минут 20 и так, и сяк, и в эту сторону, и в ту. В итоге в последний раз она просто так дёрнула, попала мне инструментом по верхней челюсти. И я поняла, что вот оно, свершилось. Может быть, конечно, я утрирую минут не 20, но, как я помню, в 18.00, в 18.05 мы начали. А в 18.20 я села к ней за стол. Она мне как раз рассказывала про рецепт. А маме в этот момент написала, что всё наконец-то закончилось. Короче, да, минут 15-20 это длилось. Это было самое долгое удаление. И оказалось, что это всё потому, что у меня были какие-то корни. Как мне показалось, как мне показали, зуб был с одним как будто большим корнем, и немножко такой завиток был. И она сказала, что из-за этого было немного сложновато его вытащить, он плохо выходил. Короче говоря, мне выписали в этот раз антибиотик 3 дня принимать и обезболивающий порошок тоже 3 дня. И сказали, что в принципе это улучшит моё заживление, так как предыдущее прошло сложно. И типа за 3 дня всё будет хорошо, но если будут какие-то побочки, какое-то осложнение, то нужно срочно к ним обратиться. Первую ночь я вообще не спала от воли, хотя анестезии, надо сказать, прожила так долго, часов наверное 6, так точно. У меня немело всё, вот тут я ухо не чувствовала, нос, вот тут вот, ну прям вот эта часть вся была. Заморожена, и вот когда анестезия стала потихоньку сходить, боль всё нарастала и нарастала. И все советовали в интернете, на форумах, что нельзя давать боли разгуляться, что если чуть-чуть вы чувствуете, надо тут же принять таблетку. Иначе потом эту боль будет очень сложно унять. Ну в общем тут была ночь, я встала, часа в 4-3 выпила таблетку, порошок мне разводить было лень, я выпила нурофен. До утра я кое-как провалялась с болью, на утро был небольшой отёк, я не могла толком разговаривать, как вы сами видели. А позавтракала кое-как почистила зубы, потому что было нереально рот открыть, боль нереальная была. Приняла обезболивающее, и тут в принципе 3 дня жила спокойно на обезболивающих. Что произошло после? После боль не отступила, хотя стало легче намного переноситься. Но всё равно тянущая боль была, и она была заметной, она была напрягающей, но я сказала себе, что таблетки пить не буду, буду терпеть, буду терпеть, насколько это возможно. Я протерпела на 4-5 день вроде бы как бы так нормально, к вечеру зуб совсем разболелся, но было довольно-таки так терпимо. И на 7 день, как и в предыдущий раз, все симптомы просто растворились. Как будто и не было никакого удаления. Лунка в прошлый раз заживала дольше, в этот раз, видимо, за счёт того, что зуб тоньше был. Вообще, ну, на 3-4 день её уже практически не было. И всё, вот сейчас прошла неделя и где-то 2 дня, и слава богу, всё замечательно, я это пережила. Да, вывод какой, хочу сказать, не тяните зубами, а вам этого всё равно не избежать. Ну, в принципе, если зубы хорошие, я думаю, их лучше не трогать. А если уже пошёл какой-то процесс, какой-то кариес появился, либо у вас эти зубы ещё не прорезались, но болят уже, или толкают другие зубы, бывает так, что зубы мудрости криво растут. В этом случае их тоже нужно удалять. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что вот корни извиваются, они могут сплестись с корнями других зубов, и тогда это будет ещё более худший процесс. Надеюсь, мой опыт будет для кого-то полезен. И да, ещё хотела сказать, есть такие случаи, когда люди удаляют сразу 4 зуба за раз, либо 2 с одной стороны, потом 2 с другой. Я бы вам этого точно не советовала. Я лучше советую потихоньку, постепенно удаляясь по одному зубу, потому что на следующий день же нужно как-то кушать, надо как-то разговаривать, надо ещё ходить на работу. И это будет очень проблематично сделать, если удалить сразу несколько зубов. Поэтому всё-таки мой вам совет – удалять их постепенно, набраться терпения и ждать, когда один зуб заживёт, удалять второй. Всё, это всё, что я хотела вам сказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, расскажите, удаляли ли вы когда-нибудь зубы. В частности, зубы мудрости, как всё у вас прошло. И всем удачи, пока-пока. Увидимся в следующих видео.